итак друзья приветствую всех на канале это как и обещал ранее опыт эксплуатации кожаных чехлов из натуральной кожи и так сегодня мне приехал новый чехол но о нем чуть попозже и так вот у нас последний чехол который был на моем обзоре это киолина здесь у меня был пропуск для прохода на работу прикреплен антенна такая ну такой интересный способ здесь вот металлический такой диск для крепления на торпеду в автомобиле вот поэтому такие вот вырезы поэтому не пугайтесь туда было вставлено и чтобы смартфон не царапался туда спрятал металлический диск такой с внешним видом его вот такой он стал вот такой он был вставлю видео если найду значит кожа в принципе очень засаливается и края у него имеет вот такой вот не совсем такой хороший эстетический вид это я вот сломал его недавно совсем начал гнуть и у меня лопнул пластиковый корпус и вот здесь у меня тоже было поломано даже такой надрыв как бы есть кожи ну в принципе там не критично она вот когда одет на смартфоне это затирается и особо не видно даже этого по внешнему виду как бы но я бы не сказал что он особо эстетически такой прикольный но что-то в нем есть особо такое то есть немного старины такое но тут по моему не вывозит вот этот пластик потому что постоянно как бы его желательно вытаскивать очищать от пыли от грязи которая забивается вот здесь по бортам вот здесь и повреждает края смартфона вот поэтому пластик всегда трескается вот как было на вот этом чехле но вот этот чехол я как бы мне кажется испортил сам потому что здесь я до чего-то протирал спиртом до обезжирил что тут по моему клеевой слой начал растворяться сейчас камера сфокусируется и такая текстура стала как это пупырчатая то есть ну даже палец как бы задевает маленькой неприятно здесь вообще вот слез кусок кожи этот чехол бушный там человек покупал какой-то смартфон из америки и вместе с ним на седьмой айфон вот такой вот чехольчик был но здесь очень хорошая такая качественная кожа не знаю что используется на что с фокусом это дорогая такая фирма nomad или nomad американская они с какого-то там древнего древнего года свою кожу делают ну кожаные изделия мечи по моему всякие и для бейсбола как перчатки вот это такой брендовая штука вот это что касается вот этих вот чехлов то есть вот так со временем выглядит тут такое освещение еще светодиодные как бы лампочки поэтому но при дневном освещении немножко по-другому выглядит все равно более так интересно вот ну вот как мы можем видеть вот сегодня ко мне приехал вот этот вот замечательный чехол фирмы он сиди такая называется коробочка неплохая пакетик матовый все по стандартам естественно я уже с ним походил посмотрел на него и вы знаете он мне вообще зашел чехол просто великолепный сейчас объясню почему во первых вот этот слой кожи он гораздо толще чем вот на этих чехлах то есть повредить его гораздо будет сложнее из минусов здесь оставлен вот такой торец кромочка в нее постепенно будут забиваться пыль и грязь со временем но думаю там очень тонкий он такой там даже вообще не знаю иголочка не пролезет поэтому в принципе не должно сильно забиваться там что-то ну со временем посмотрим вот с автофокусом что-то совсем беда основание чехла значит пластиковая и здесь вставка из резины вот это вклеена она резина очень мягкая соответственно легко чистится то есть просто можно протирать и она не будет иметь вот такой затертый засаленный вид как на этим чехле это при том что я его даже еще неоднократно чистил то есть брал спирт и вот этот весь лишний жир как бы стирал то есть это не кабель фо по моему вот этот чехол сделан по новой уже как бы проверенный видимо опытом эксплуатации временем по технологии с торцами из резины потому что это то место за которое смартфон постоянно вот так вот берется и держится здесь самая большая нагрузка получается вот и грязь как бы принимается вот этот диск я переклеил из этого чехла вот отсюда сюда чтобы приклеивать на торпеда магнитный держатель вот очень удобно в автомобиле не надо вставлять никуда просто прислонил и поставил включил навигацию и помчал так по качеству кожи я вообще очень остался доволен она такая то есть если мы проведем линию такую допустим рисуем как когти росомахи потом вот так вот это все дело по 3 и она все затирается ничего нет но эстетически он просто очень приятный его очень хорошо держать в руках как выглядит со смартфоном я только вставить фотографии потому что в принципе мне только одна камера на которую я записываю вот так что еще плюс в чем он как и американский чехол защищает ваш смартфон полностью снизу здесь торец открыт и поэтому при падении вот так на что-то острое то есть смартфон повреждается здесь хоть какая-то минимальная но защита у бортика есть вот если сравнить с американским у них вот так вот сделано это вся основа пластиковая сейчас американцы делают вот точно так же это фактически такая копия с американского чехла нам это вот этого китайского купил его по акции за 700 рублей поэтому считаю это просто пушка вообще сейчас он еще подешевел может за 600 вообще его взять поэтому можно даже другой цветовой гаммы еще взять более темный такой вот вот все что хотел вам рассказать чехол кому интересно такой более подробный задротский такой обзор просто чехла то пожалуйста если еще вспомнить вот это вот дичь это китайская подделка лютая вообще подделка это силиконовый чехол единственное что в нем не нравится это бархатистая поверхность все просто но во всем остальном это просто лютая дичь он настолько прилипает к карману что его вытащить практически нереально то есть в руке ощущается вас сидит он настолько как-то поганая дешевую тряпку вообще там держишь причем она еще и ощущение что мокрая вообще какая-то ну я не знаю может кто-то может с этим мириться но и по тактильным ощущениям это очень неприятный чехол дело когда берешь кожу она вот как даже по-другому ощущается как-то мягонькая такая здесь да конечно резиновый более торец тоже вам возможно со временем подсотрется вот этот слой и будет тоже такой резиновый но должен мне кажется себя хорошо показать вот опыт эксплуатации уж запишем как-нибудь попозже через полгодика что с ним будет всем спасибо что досмотрели до конца подписывайтесь на канал и всего хорошего с вами был антон соколов у меня был антон соколов Субтитры сделал DimaTorzok